Друзья, всем привет! Все мы хотим, чтобы наш аппарат Xiaomi и Redmi работал безо всяких проблем, стабильно, имел плавные анимации, крутые переходы, а также быстродействия. Это можно реально провернуть на всех современных аппаратах линейки Xiaomi. И при этом не нужно выполнять различные разблокировки, подачу заявок, ждать по несколько недель на одобрение. Ну а если тебе интересна вся эта движуха, заваривай себе чай и мы погнали улучшать свои Xiaomi. Выход новой оболочки HyperOS 2 позволяет вытягивать много стоковых приложений, но понятное дело не все они будут работать на старых версиях прошивок. Но что будет неизменно работать, это системная оболочка или же по старому рабочий стол. Кто-то может сказать, что все обновления ничем не помогают, пустая трата времени, да и вообще лучше дождаться пока оно само придет. Но я тут в корне не согласен. Но это уже философская тема больше для отдельного видео. Теперь же ближе к теме. Как и всегда обновления вы сможете найти в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Сам файл, как я уже сказал, из новой HyperOS 2. Потому сразу предупреждаю, в некоторых сценах его использования могут быть вылиты и касаться они будут жестов. К примеру, отмечали наши пользователи, что при выходе из Google Chrome или же из PlayMarket может наблюдаться сразу вылет приложения. Но в целом я думаю, что это можно и простить. Я думаю, что также в будущих обновлениях разработчики это исправят. Следующий еще немаловажный момент, перед тем как ставить любое стоповое приложение, я рекомендую делать резервную копию, дабы в случае отката восстановить расположение ярлыков на рабочем столе. Большинство же авторов не делают на этом акцента, но резервная копия крайне важна. И конечно же самый еще немаловажный момент, эту версию не поставить на пока смартфоны. И вот мы с вами разобрались со всей информацией, можем уже наконец поставить новую системную оболочку. Что сразу можем заметить, это конечно же новая анимация разблокировки смартфона, значки проявляются с новым эффектом, более плавно и без подвисаний. Следующее изменение это новая анимация вызова редактора рабочего стола. Выглядит также же более освеженно и его появление происходит куда плавно, чем это было ранее. Кроме этого в том же редакторе добавляются квадраты, которые отрисовывают места, куда можно перетянуть значок приложения. Также еще на рабочем столе при удержании на само приложение будет проявляться размытие заднего фона, на передний шплан будет вылезать сам ярлык и переход в быстрые его настройки. Выглядит действительно освеженно. И как вы понимаете это еще не все. Перейдя в настройки рабочего стола и выбрав сетку, вы получите лишь два типа. Простая, стандартная или же плотная. Многие тут сразу скажут, что вот убрали самое нужное и мы будем пробовать делать откаты назад. Но тут какая незадача. Когда придет новая версия прошивки даже в рамках HyperOS 1.1, то там по умолчанию уже будет этот лаунчер. И откатить ниже версию уже не получится. Потому скорее всего придется всем нам с этим смириться. А что же касается еще по интересным анимациям. Допустим мы с вами выбираем приложение поддерживающее плавающие окна. И в новой версии анимация сворачивания и переноса приложения в нужное окно меняется и выглядит оно по новому. Ну и теперь в целом по самой работе новой версии. Пропали мелкие лаги и подвисания, которые были в прошлых версиях. Хоть у меня на примере тестируемого аппарата стоит HyperOS 1.1, это не ограничивает полноценную работу лаунчера из HyperOS 2. Хотелось бы конечно новой анимации из самой новой оболочки, но это уже придется дожидаться именно ее. Ну а чтобы быть в курсе актуальной информации о Xiaomi и HyperOS, не забудь подписаться на YouTube канал, поставить колокольчик. И также не забудь подписаться на наш Telegram канал. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok